Благоустройство зеленой зоны Вишневый сад, Дубовая роща – вопрос решенный. Во-первых, территорию назвали сами рязанцы. У нее самый высокий рейтинг в голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда». Во-вторых, уже завершен капитальный ремонт дорог по улицам Шереметьевская и Песочинская. Самое время двигаться дальше. Вот только без самих жителей проектировщикам явно не обойтись. Одной из первых просьб жителей было о том, что нужно заменить все лавочки и урны. То есть предлагаем более антивандальные, так, чтобы их уже не унесли у вас. Это одно из самых больших решений, потому что у вас их там, скажем так, очень много. Пока что это не готовый проект, а его наметки. Хотя здесь даже предусмотрена специальная площадка для выгула собак. И да, в Вишневом саду предполагается высадить именно вишневые деревья. И все-таки конкретизировать будет общественность. А у нее уже есть насущные вопросы, например, с освещением. Преколепно. Мы, местные жители, понимаем, что вечером в этом парке гулять невозможно. По той причине, что темнота. Вот на мой взгляд, нужно сделать вечное. Это провести электричество, чтобы люди могли спокойно идти домой, в магазин, погулять. Освещение. Оно про него говорится уже не первый год. Вот оно приоритетным должно быть и правильно установлено. Там есть проект уже по Вишневому парку. Я не знаю, будут ли какие-то изменения вноситься в этот проект. И какие будут светильники туда ставиться. То есть можно поставить светильник там бетонный, оцинкованный, кованый, высокий, маленький. То есть там тоже надо посмотреть. И тогда все это упирается в стоимость. Расстановка приоритетов – самая важная часть проекта. Понятно, что клумбочки и декор оставят напоследок. Например, витую фигуру аиста в парке жители забраковали. Вместо нее предложили арт-дерево. А вот вопрос смены ограды попытались вынести вверх списка. Все предложения власти обещали учесть. Максим Васильев, телекомпания «Город».